Мастер спорта международного класса по биатлону. Мастер спорта по лыжным гонкам. Неоднократная чемпионка Казахстана. Чемпионка Азии. Участница двух олимпиад. Младший сержант. Постоянно по выходным с родителями у нас был групповой выход. Еще сестры даже не было на свете. Мы в воскресенье или суббота начиналось с того, что мы все дружно завтракаем. Начинается большой сбор. Весь шкаф перекапывается, мы ищем спортивные олимпийки, шапки и прочее. Я почему-то это все страшно не любила. В доме жарко, мы одеваемся тепло. На улице-то холодно, зима. И вот мы, не прошло и часа, как мы оделись, идем кататься на лыжах. Чтобы дойти до трассы, нужно было в пределах 700 метров пройти пешком. Я иду сзади, родители шагают быстро, я иду сзади. Лыжа у меня рассыпается, я ною, я не хочу, у меня все падает, я хнычу. Ничего не помогает. Папа впереди уверенным шагом шарашит, мама за ним поспевает. Я сзади еле-еле, никто не обращает внимания, что я отстаю, еще что-то. Выход состоится в любом случае. Нас остановит только камнепад. Вот так проходили у нас каждый выходной. Я готова была, чтобы были все дни там, не знаю, в садике рабочем, но чтобы меня не тащили за уши на лыжах. Уже в возрасте 13 лет я уже стала тренироваться серьезно. На самом деле, вот в 7 классе, как бы, вот это уже был настоящий профессиональный спорт. Несмотря на учебу в школе, несмотря на все обязанности по дому, которых всегда хватало, так как мы жили в частном доме, обязательно в течение дня должна пройти тренировка. Без всяких дней отдыха, без всяких раскруточных дней, обязательно. Можно было не ходить в школу, можно было не делать уроки, но тренировка – это в первую очередь. Если вдруг по какой-то там, я не знаю, причине там страшной, что, например, трассу замело так, что, или там такой буран, что из дома ты выйти не можешь, то есть не состоялась тренировка – все. Этот день прожит зря, его можно вычеркнуть из своей биографии. Такого практически не было, это было именно исключение из правил. Так любая погода, любой мороз, любой буран, мы всегда выходили и вот обязательно должны были выполнить свое задание, которое на сегодняшний день. Весь тренировочный процесс происходил осознанно. Хочу сразу сказать, что в более позднем возрасте вот такого отношения от тренера к тренировочному процессу я больше не видела ни у кого. Даже на уровне сборной команды Казахстана все было гораздо более упрощенно. Делаем то-то. Зачем делаем? Как делаем? Не обсуждается. Возможно, предполагается, что спортсмены к этому времени уже сами все понимают. Но так бывает не всегда. Не у всех папа тренер и не все знают, для чего делать стальная работа. Вот, то есть такого уровня профессионализма, как у нашего отца, как бы я больше его не делала. Может быть, в России есть специалисты такие же, но у нас в Казахстане, к сожалению, пока нет. В Акуле мы были из разряда сумасшедших. Ну, все люди сидят дома, спокойно топят печку, пекут блины, а лебедевы на лжне сопли морозят. Так это и называлось. И тут, после окончания школы, я поступила в Щучинск, в военный колледж спорта при ЦСКА, в котором были хорошие условия для продолжения занятий. То есть все внимание, опять же, было на тренировке, не на учебу. Несмотря на то, что я школу закончила с красным аттестатом, как бы я выбрала вот это учебное заведение, хотя это был колледж, не институт, именно из-за того, что там можно было тренироваться. По истечении двух лет нахождения в этом колледже, я уже официально на чемпионате Казахстана выполнила норматив мастера спорта. До этого момента физически я была готова к этому, тупо не было инвентаря. В лыжах очень многое зависит от лыж. Вот у нас не было лыж. Мы дома катались на деревянных лыжах. Когда я с ними приехала в Щучинск, там все очень удивились. Некоторые люди моего возраста вообще никогда в жизни их не видели и не катались на них. А мы набирали приличный довольно-таки объем именно на деревянных лыжах. То есть был инвентарь тот, который с советских времен остался у папы. Ничего нового, ничего современного мы не видели. И вот уже в Щучинске, мне дали пробежать лыжи, и я завоевываю третье место среди взрослых на температуре Казахстана. Все для меня такой успех сумасшедший, что я мастер спорта. Я уже, честно говоря, не верила, что это все остается. В лыжах в это время отобраться в сборную команду Казахстана было невозможно. Была очень сильная команда. Конкуренция очень жесткая. И попасть в сборную для меня уже была нерешаемой задачей. И в это время мне сделали предложение заняться биатлоном. Я отнеслась к нему поначалу несерьезно. Биатлон. Вот у лыжников биатлон вообще не котируется. Ну, такие биатлонисты. Круг пробежали, легли, отдыхают. Ну, это несерьезно. Но так как бы другого выхода не было, в лыжах, получается, я была никому не нужна, я решила это предложение принять. Увлекли меня тем, что у меня будет инвентарь, что у меня будут лыжи, ботинки, палки, что этим я уже голову греть не буду, что у меня прям все будет. У меня еще вот до этого, мне к этому времени было 22 года, еще такого не было, что у меня все есть. То есть я этого не видела. На других видела, на себе нет. Что у меня будут одевачные, будут вещи специальные, тренировочные. Не просто какие-то там колхозные, шерстяные, водолазки, а именно настоящие спортивные одежды. Что меня будут кормить на сборах, что мы не будем впруглывать на солдатском пайке, сидя как бы работать, а что меня будут кормить как нормальных спортсменов. Короче говоря, грубо говоря, я пошла за еду в биатлон. К тому времени вот так вот. И вот в это же время меня в ЦСКА приняли, то есть я присягнула на верность государству, поступила на воинскую службу в ЦСКА. И с тех пор жизнь наладилась. Стала получать зарплату за то, что я делаю. До этого прошло момента 10 лет. Вот с 13 до 23 лет, 10 лет активных занятий, как бы постоянных затрат, да, как бы моральных, энергетических, временных, всяких бесплатных. И вот 23 года я начинаю получать зарплату. Для меня это время тоже сильнейший стимул, потому что родители по-прежнему безработные. В биатлоне подрастает сестра, подрастает младший брат. В это время мы прямо, можно сказать, жили на те деньги, которые мне стало платить ЦСКА. За что я ЦСКА вот по сей день очень-очень благодарна. В биатлоне я встретила своего будущего супруга, который также пришел из лыжных гонок. Это нас на какой-то момент точно объединяло, потому что, ну, как бы мы общались друг с другом, больше находили точек соприкосновения и понимания, нежели там с настоящими закоренелыми биатлонистами. Те считали, что у лыжников в биатлоне никакой перспективы быть не может. Они только могут, что бегать, выпучив глаза. Ну вот мы познакомились с Сашей, стали с ним дружить. После Олимпиады 2006 года поженились. На этой Олимпиаде мы представляли Казахстан вдвоем. От женской половины я, от мужской половины. Червяков Александр Иванович, мой нынешний супруг. Вот. После окончания Олимпиады мы поженились. В этом же году я родила старшего ребенка и взяла паузу на год, после которой думала, что уже не вернусь в спорт. Но, наверное, еще много было сил во мне. Опять же, папа меня постоянно настраивал, что нет. 25 лет – это не финиш, нельзя в это время заканчивать. Он все время меня убеждал, что сейчас только еще все начнется, только организм как бы окончательно повзрослел, созрел. Наш вид спорта, он для взрослых, для состоявшихся, физически выросших. Поэтому я вернулась. Ну, конечно, страдал в это время ребенок. Мы тоже страдали, что мы его оставляли. Вот это была большая проблема психологическая. Но зато мы были вместе. Мы вместе ездили на сборы, мы вместе ездили на соревнования, мы поддерживали друг друга. С одной стороны, это было счастливое время. Ну, конечно, воспитание ребенка, я считаю, что это была большая потеря. Продолжалось такое состояние наше до 2011 года, до азиатских игр, после которых я уже окончательно вернулась домой. Я поняла, что в спорте я уже, в общем, да как бы я ни хотела, я уже ничего не могу сделать. Вот сейчас я уже ничего не хочу, вот в плане как спортсменка. Я думаю, что я могу еще дать спорту как тренер, может быть, как организатор. Сейчас я работаю в ЦСКА, старшим тренером по биатлону. То есть все армейцы, которые биатлонисты, они как бы под моим началом находятся. Работа эта интересная, она перспективная, она позволяет, подразумевает гибкий график, что я могу выезжать, могу какое-то время проводить дома, работаю дистанционно, созваниваюсь, отправляю документы по интернету. Многое зависит на этом месте, многое зависит от меня, то есть от моей возможности вкладываться. Есть много шансов, чтобы расти здесь как тренер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова